Сегодня рецепт консервация на зиму красный сладкий перец. Перец получается необыкновенно вкусный, а рецепт простой и легкий. Красный сладкий перец помыть, уложить на противень. Можно брать любое количество. У меня 4 килограмма перца. Каждую перчинку сверху немножко смазываю растительным маслом, отправляю в духовку запекаться. Перец запекается сначала 20 минут, далее я его достаю, переворачиваю и запекаю еще 15-20 минут. Печеный перец перекладываю в миску. Если где-то подгорела шкурка, ничего страшного, мы ее уберем. Я знаю, есть рецепты, когда закрывают уже вот в таком виде перец. При этом количество банок будет гораздо больше. Я же сделаю перец в очищенном виде, баночек будет меньше. И когда достаешь баночку, открываешь и ешь, то не нужно пачкать руки для того, чтобы снять шкурку или внутренность. Миски накрываю крышками и оставляю перец до полного остывания. Там же он обмякнет и шкурка будет очищаться гораздо лучше. Вынимаю сердцевинки, очищаю перец от шкурки. Это делается очень легко и уже в очищенном вот таком виде буду закрывать. В очищенном виде перцев получилась одна миска и одна миска отходов. Поэтому только вам решать, очищать или нет. Ну а мы одну баночку уже открыли, пока я монтировала видео. Муж сел и сказал, перец обалденный. Ну а я продолжаю. На дно стерильной пол-литровой банки кладу одну столовую ложку зелени, 1-2 зубчика чеснока мелкой порезанные. Дальше укладываю перец плотным. Зелень можно брать любую. Это может быть просто укроп или укроп и петрушка. У меня смесь укроп-петрушка и стебель сельдерея. Перцы укладываю плотно полностью до верха баночки. Из этого рецепта получается 5 пол-литровых баночек. В каждую банку я кладу по 2 столовые ложки сахара. Сладко не будет, не волнуйтесь. В каждую банку также кладу по 5 горошин черного перца. В первую банку я сразу положила, а в остальные после сахара. Далее по пол чайной ложки соли, также в каждую банку и по 2 столовые ложки уксуса. Я взяла яблочный уксус, можно взять обычный уксус 6 или 9 процентного. Можно брать и такой и такой. Деревянной палочкой пройтись по кругу по банке, отодвигая перец от стенок банки. Это необходимо для того, чтобы не было пустот и жидкость свободно прошла. Каждую банку до верха заливаем кипяченой водой. Как правило воды уже будет необходимо немножко, поскольку банки плотно наполнены. И последний этап стерилизация. В большую кастрюлю на дно положить полотенце, поставить банки, накрыть стерильными крышками, залить кипяченой водой по плечике банок. После закипания стерилизовать на маленьком огне 15 минут. Одна баночка стерилизовалась у меня в отдельной маленькой кастрюле. После этого банки достаем, закрываем крышками, переворачиваем, укутываем до полного остывания. Эту консервацию можно хранить в квартире, в кладовке. Перец получается необыкновенно вкусный. Если вам понравилось видео и рецепт, подписывайтесь, ставьте лайк, пишите комментарии, понравился ли вам рецепт. До новых встреч, до новых видео. Пока-пока!